Меня зовут Илья, техлит Android в SoftSurf, и сегодня я хочу вам рассказать про Material Components, тему для Android, про миграцию на нее, про новые фичи, которые нам Material Components принес, про то, как мы их можем использовать, конфигурировать и так далее. Мы знаем, что до этого вся инфраструктура тимминга в Android была построена вокруг Support Library, вокруг Support Team, и плавно с миграцией к AndroidX вся Android экосистема также мигрировала из Design Support Library к Material Components for Android. На сниппете слева мы можем видеть предыдущий подход, где конфигураторам по умолчанию нам предоставлялось три основных атрибута для управления цветом в нашей теме — это Color Primary, Primary Dark и Color Accent, а также мы можем видеть старое дерево наследования для Design Support Library тем, и с миграцией на AndroidX, и на Material Components для Android у нас появилось намного больше основных атрибутов для управления цветом, немного расширилось дерево наследования наших тем, и сегодня мы пытаемся проработать, просмотреть все атрибуты, посмотреть компоненты, на которые они влияют и так далее. Материал Components темы принесли нам ряд готовых тем из коробки. Это базовая тема, светлые темы, темные темы, темы, которые поддерживают дневной и ночной режим, ну и встроенный и отсутствующий тулбар. Примеры того, как выглядят эти темы из коробки, из визарда, и начнем с системы цветов. Эксперименты наши будем проводить на приложении, в котором мы набросали основные материалы, компоненты и саппорт-компоненты, существующие в SDK, это всякие текст-вью, инпуты, кнопки, прогресс-бары, сик-бары и прочие основные компоненты. По умолчанию попробуем задать им оттенки серого, белого в качестве основных цветов, будем играть с атрибутами темы и смотреть, на что эти атрибуты влияют, как меняется наш appearance. Новую систему цветов в темах можно разбить на 5 основных групп атрибутов. Это primary цвета, тут они в табличке зеленым обозначены, это secondary цвета, цвета фона, цвета поверхностей и цвета ошибок. Материал документации дает нам поверхностное описание назначения каждого из этих цветов, а также задает эти цвета по умолчанию для всех новых проектов. Начнем с primary группы цветов. Это у нас в первую очередь color primary, это основной цвет, который используется на главных элементах нашего приложения, наших экранов. И основной гейдлайн для этого цвета, основная рекомендация заключается в том, чтобы этот цвет был хорошо видим, различим на фоне серфайс цветов и background цветов. В нашем примере можем видеть, что primary цвет влияет на цвет тулбара, цвет underline и текста в табах, на фон материал кнопок, на цвет текста в outlined и текст материал кнопках, на цвет бар, на части тонирования в выделенных choice-чипах и на тонирование в bottom navigation view для иконок и текста. Следующий атрибут — это color primary variant. На данный момент из коробки у него только одно назначение — это покраска статус бара. И по гейдлайнам color primary variant рекомендует выбирать как темную тональную вариацию primary цвета. Следующий атрибут из группы primary цветов — это color on primary. Мы будем сталкиваться с ценным рядом атрибутов с этой приставкой on. В материал-системе фиминга эта приставка on говорит о том, что это цвет, который предназначен для отображения поверх какого-то другого цвета, то есть в данном случае color on primary — это цвет, который должен быть различим, который должен отображаться поверх элементов с primary фоном. К примеру, в данном случае color on primary влияет на тонирование реплов и на цвет текста для залитых material button. Дальше переходим к группе secondary цветов. Secondary цвет — это по гейдлайнам второй цвет бренда. И он применяется к таким основным элементам, как floating action button, обычные и большие, как свитчи, чекбоксы и радио button в выбранном состоянии, и как заливка прогресса в прогресс барах. Следующий поддерживаемый цвет — это color secondary variant. Он по гейдлайнам тоже должен быть тональной темной вариации secondary цвета, но на момент подготовки этой презентации, этого выступления в исходниках material components, он пока нигде не использовался. Может, не оставили это нам, а может, со временем появится компонент или обновление для существующих компонентов, которые будут использовать этот secondary вариант цвет. Следующий — это color on secondary, то есть, как мы уже разобрали, это цвет поверх secondary элементов. Ну и в данном случае мы можем видеть, что он применился для тинтинга иконок и текста у наших floating action button. следующая группа цветов — это background-группа, и background-группа по большей части отвечает за фон нашего приложения, то есть устанавливает фон для scrollable поверхностей, для окна. в данном примере мы можем видеть, что весь наш контейнер был залит красным, и его соседний цвет из группы — это color on background. Color on background в текущем SDK влияет на two-tip drawable для слайдера. Это довольно редкий use case, но тем не менее, вот есть одно применение для color on background. Следующая важная группа цветов — это surface цвета, цвета поверхностей. цвет поверхности применяется в стандартных материал-компонентах для tablayout, для input элементов, для фоночеков, для карточек, для фона bottom navigation и для аутлайнинга невыделенных состояний чинг-бокса в радио-баттонах. Все примеры применения можем увидеть на экране слева. Color on surface, как мы уже заметили, с этой приставочкой ON отвечает за тонирование элементов поверх цветов поверхности. В данном случае это строк color для свечачей бокса радио-баттона. Это тонирование и аутлайнинг для разных типов input элементов. и dance, и обычных — это тонирование поверхности чипов, это тонирование невыделенных табов и тонирование невыделенных айтемов текста и иконок в bottom navigation. И следующая группа — это error цвета. Error цвета по большей части используется для тонирования иконок и текстов ошибки. У input компонентов ну, тут мы можем видеть, что иконочка warning при ошибке в текст input и тонируется в color error и сам текст ошибки. Второй цвет из этой группы — это color on error. он по логике тоже должен быть использован для тонирования элементов поверх цвета ошибки. Но единственное использование, которое в текущем SDK я нашел, было связано с disabled состоянием элементов ошибки, и то оно, к сожалению, на данный момент не работает. Поэтому color on error — это брат секондри вариант колора, который только нигде не применяется, но, по крайней мере, сейчас. В качестве повторения попробуем взять брендинг кейтлайны нашей компании и закинуть их все уже не в черно-белых вариантах и красных, а в полноценной схеме цветов, закинуть их в нашу тему и посмотреть, что у нас с этого получится. Видим, как применились primary, secondary цвета, розовый, голубой, какие как мы управляем цветами риплов, выделение, основных компонентов, чипов и так далее. Вторая основная штука, которую я бы хотел покрыть в рамках этого выступления — это ночная темная тема и ее поддержка в Material Components. с приходом Material Components миграция на поддержку ночной темной темы стала очень легкой для включения этой поддержки все, что нам нужно — это создать themes.xml в директории values.night и определить набор атрибутов для нашей темной темы. После этого в настройках телефона, к примеру, если наша тема копирует настройки темы из Android, мы меняем тему на темную и activity наша автоматически пересоздается и новые цвета применяются. Но есть одна интересная особенность. В темной теме мы использовали Color Background и Color Surface одинакового назначения, одинакового цвета. И, соответственно, мы ожидаем, что цвет окна и цвет поверхности и для bottom navigation и для карточек и остальных элементов поверхности должен совпадать. Но после применения темы на прошлом слайде мы можем заметить, что почему-то есть разница в цветах фона и поверхности. Это связано с новым атрибутом в материал темах. Он называется Elevation Overlay. И этот Elevation Overlay был интегрирован в материал инфраструктуру тем для того, чтобы решить проблему контрастности темных цветов в ночной теме. Этот Elevation Overlay динамично рассчитывает тонирование для цвета surface поверхностей в зависимости от уровня их Elevation. И таким образом материал инфраструктура с помощью этого Elevation Overlay компенсирует низкую контрастность элементов и теней наших экранов. Ну и логично, что Elevation Overlay Enabled атрибут по умолчанию отключен для светлых тем, включен для темных тем, и значение цвета для домешивания, для тонирования наших surface, наших поверхностей это Color on Surface. Соответственно, имея возможность вручную установить эти атрибуты, активируя и без того по умолчанию активированный Elevation Overlay и, скажем, устанавливая Purple 200 цвет для него, мы видим, что тонирование присоединилось и к карточной и к Boto Navigation и это тонирование коррелировало с уровнем возвышения этих элементов с уровнем Elevation. Теперь о управлении темами. Как мы знаем, настройки темной и светлой темы на уровне системы появились у нас в Android Queue. Как же нам управлять темой до Android Queue и как нам управлять темой на разных версиях. Для этого мы можем использовать функции статического utility функции AppCompat Delegate. Они принимают параметры mode night. Они могут принимать три значения. No. Yes и Follow System. Follow System работает только на версии Queue с приходом настроек на уровне системы, а mode night. Yes и mode night. No работает на предыдущих версиях Android. Но в данном случае разработчик уже должен сам определять, какую тему использовать, будь то из настроек самого приложения или каких-либо других факторов. И второй интересный трюк это тонирование Navigation Бара. Сейчас довольно модно при наличии бота Navigation тонировать наш Navigation Бар в тот же цвет, но с появлением этих особенностей Elevation Overlay довольно сложно определить, какой же цвет туда применится, как же сработает вот это наложение, встроенное в Material Timing, какой цвет оно даст по итогу нашему ботам Navigation и какой цвет нам надо применить к Navigation Бару. Для этого Android оставил публичные API для Elevation Overlay провайдеров мы можем создать свой instance этого провайдера и в зависимости от того, применяется ли темная тема, мы можем попросить этот Elevation Overlay провайдер скомбинировать наши цвета в зависимости от Elevation и Bottom Navigation View и применить ретирующий цвет к Navigation Бару. И таким образом можем видеть на примере PetProject и на примере Google Play Games цвета Bottom Navigation View и Navigation Бара сливаются. Два слова о типографии, о тексте. Часто в современных коммерческих приложениях можно видеть, что и как в случае с всеми рассмотренными цветами, и как в случае с настройками типографии скапливается огромный технический долг. Разработчики для простоты здесь и сейчас применяют все атрибуты цветов и умения текста по месту в соответствующих XML файлах для нужных здесь и сейчас элементов TextView и прочих компонентов, что делает поддержку приложения, что усложняет поддержку приложения, поскольку в будущем, когда появляются новые требования, когда необходимо изменить какие-то параметры текстового оформления или цветовую схему, приходится перелопачивать все приложение, находить все костыли и хаки, находить все атрибуты, заданные по месту, и приводить их к новым стилям, новым значениям. Чтобы избежать этой проблемы, мы рассмотрели систему цветов, доступную нам из коробки, доступную нам в фиминге с помощью Material Components систем, и также рассмотрим фиминг текстового оформления с помощью TextAppearance. С Material Components нам становится доступнее ряд TextAppearance для разных элементов, для разных use cases, для разных применений. Скажем, используя эти TextAppearance, они уже по умолчанию стандартизированы, по умолчанию соответствуют гайдлайнам Material Themes в том плане, что соответствуют рекомендуемым размеру текста, капсом или camel case, стилю шрифта, самому шрифту, и имея эти атрибуты, мы можем на уровне темы единожды задать TextAppearance для наших элементов, переиспользовать его по всему приложению, и потом настраивать его в одной точке входа. Также с Material Components у нас есть возможность применять шрифт, единый шрифт ко всей нашей теме, это делается с помощью атрибутов FontFamily и Android FontFamily на уровне нашей темы. Вот так вот просто референс наш ресурс с шрифтом или Dommodable Font мы можем задать шрифт для всего приложения. Для того, чтобы применить все, что мы сегодня рассмотрели, нам нужно иметь депендент на Google Android Material, который доступен в Google репозитории. Мы должны использовать Android X, и мы должны таргетить как минимум Android 10, то есть Compile SDK version должен быть 29 и выше. А также надо быть нужно использовать наследников AppCompat Activity, а не простой Activity для нашего приложения. Имея все эти требования выполненными, нам остается мигрировать нашу тему приложения к наследнику Material Components темы из коробки, и все у нас будет работать. В качестве последующего изучения темы можно посмотреть в сторону Shape of, это также нововведение Material Components, тем это нововведение позволяет с единой точки входа на уровне темы контролировать формы наших кнопок, карточек, тулбаров и прочих элементов. Это тема для домашнего изучения и релизы Material Components для Android. Можно получить доступ к этим релизам на официальный GitHub репозиторий, там будут все соответствующие ченж-логи, вся документация, все поддерживаемые компоненты, компоненты в разработке. Спасибо вам всем за внимание и буду рад ответить на вопросы. Спасибо !